всем привет с вами я татьяна шадрина а вы у меня на канале время шить сегодня время вдохновляться свежим выпуском журнала бурда бурда плюс наконец-то я его дождалась честное слово я уже думаю что у меня не будет этого журнала потому что обычно он выходит в сентябре в этом году немножко перенесли выпуск журнала и например шить легко и быстро я так и не смогла купить просто у нас не продавался в городе и этот журнал я тоже побоялась что я его уже не куплю но нет его привезли к нам и я тут же его купила и делюсь с вами листаем вместе смотрим обзор поехали начинаем листать этот журнал мне он очень понравилось еще раз повторюсь давайте смотреть на обложке вот такой жилет пуговки про пуговки я сегодня прям особо про говорю удлиненная линия плеча капюшон завязывающийся пояс внутри сейчас все посмотрим я предлагаю как всегда начать технических рисунков давайте смотреть первые туники пуловеры блузы и блузка первая блузка она прекрасна вертикальные вставки простой крой вытачки полу прилегающий фасон и разрезы по линии низа хороший красивый вырез блузка интересно в журнале предлагаются разные варианты ее пошивы из разных тканей контрастных конечно же блузка прекрасно потому что есть вставка вертикальная она удлиняет вот эта блуза интересная она передняя часть у нее состоит из двух деталей и внешние детали вот так развиваются свободно как будто эффект два в одном посмотрим подробнее вот такая туника маленькие вытачки рельефы по низу широкая бейка контрастная по спинке тоже предлагается из контрастной ткани выполнить среднюю часть тоже прекрасная блузка для плюсиков очень самое то вот такой вариант блузы из тонкого тонкого трикотажа из множества мелких складочек по боковым швам да еще и вот воротник такой вернее вырез качели с одной стороны кого-то может напугать что горизонтальные складочки но с другой стороны если правильно грамотно подобрать ткань чтобы она была тонкой пластичной но не настолько тонкой чтобы пролегала тело то блузка хороша для плюсиков смотрим дальше идея блузки рубашки в том что выполнены некоторые детали из ткани с обратной стороны как бы с изнаночной то есть двулицевые ткани например вот эта блестящая сторона атласа а это матовая сторона или наоборот классная идея и блузки по одной основе две блузки с цельнокройным рукавом трикотажные свободный широкий крой здесь идут у нас кардиган жакеты и жилет жилет вот какой мы на него уже смотрели с вами подробно пасы рассмотрим еще внутри журнала пальто пальто без воротника практически это тот же самый цельнокройный рукав кроется накройного рукава просто в определенном месте сделали разрез это надо сказать очень экономит расход ткани но с другой стороны я там проговорю про то как эти разрезы в каком месте выгоднее делать жакет немножко укороченный жакет видите длина равна длине рукава сложно шьется пожалуй вот эти вот вещи это самое сложное в этом номере в этом выпуске но они того стоят как это серьезные вещи кардиганчик маленькие почему маленький потому что он посмотрите приталенный почти облегающий с мелкими складочками вдоль застежки очень хорошо сидит на фигуре плюс комплиментарен ей тем более здесь данный размерный ряд до 60 европейского до 66 русского он будет очень компактным вот этот жакетик или кардиганчик ну тут главное не как не ошибиться с тканью ткань должна повторюсь быть достаточно мягкой в то же время не пролегал так чтобы тело как складочки не проявлялись в нем платье и сразу скажу что вот это самое классное платье самое классное платье покрой бочонок с двумя вытачками для большой груди то что доктор прописал вот такое платье это основа рельеф и легко посадить подобрать к ко многим фигурам но насколько актуальный модно сейчас так платье такого кроя вот это для меня это вопрос я бы сказала скорее нет но пусть будет выкройка такая будете ли вы шить ее из кружева или нет этого другу отдельный вопрос платье отрезное по талии предполагается что вверх достаточно прилегающий потому что и рельефы и маленькие вытачки удачный вырез треугольничком маленькие оборочки воланчики по низу рукавов меня смущает от платья отрезной по талии если вас это не смущает то что прекрасное платье можно шить два варианта брюк на мой взгляд классные брюки потому что эти брючки у нас на трикотажном поясе без гульфика это здесь ложный гульфик карманы с подрезными бочками вниз зауженные мне кажется сейчас такие брючки вообще модные они немножечко будут напоминать бананчики главное здесь найти вот эту середину золотой чтобы была талия не слишком большая начали не пухом у них чувствовать будем если шить их тянущиеся ткани то можно их под себя хорошо посадить эти брючки юбка отличная юбка мне кажется сейчас такая юбка в моде дано наверное никогда не уходила а силуэта 4 клинка предлагается вариант из вельвета и из какой-то плательной ткани в огурце пончо про него даже говорить нечего и еще интересная идея платка платка из сочетающихся между собой ткани в стиле пэтчворк ну что смотрим на этом развороте можно полюбоваться всеми моделями только уже не видеть их рисунков а в виде в маленькие фотографии перелистываем на этом развороте рекомендации по типам фигур какую одежду стоит носить чтобы корректировать фигуру и так на этом развороте у нас платье платье с отрезной линии талии верхняя часть скроена по форме рельефов принцесс еще иногда называют с маленькими вытачками до центра груди сразу скажу что такой крой стоит шить тем у кого большая грудь ну вот в двух словах платье хорошая базовая если ваша фигура позволяет носить платье с поясом то прекрасная выкройка пробуйте шейте как база нам годится но вот у меня например талия не маленькая я себе не могу позволить носить платье с поясом и конечно же я такого рода платье в принципе не могу носить поэтому смотрите как кому как выкройках хороша платье непростое ну шить непростое потому что потребует посадки про print я не не говорю что какие нюансы в пошиве то есть если вопрос посадка для вас решил то в пошиве платье не сложно я бы сказала потому что что прямые строчки никакой особенно технологии не нужно обработка срезов валанов но это тоже как процедура одиннажды ее остуслов легко выполнять туника на это на этой страничке посмотрите дождь до 60 размера но еще бы потому что крой простой пошив несложный удлиняет фигуру по центру ставочка выделенная контрастными вот такими кантами и кстати мне нравится такая туничка на спинке вот такая изюминка застежка на пуговку базовая блузка или туника на любой сезон кстати мне хочется сшить даже такую себе центральную часть можно сделать из другой ткани если например два компаньона использовать компаньон использовать например еще там на манжетах рукавов или на обтачках рукавов вот чтобы он повторился еще где-то может быть бейку сделать на горловине и широкую виде кокетки из контрастной ткани будет красиво мне нравится эта идея на этой страничке у нас пуловер супер просто и соглашусь супер просто с резинкой по низу супер просто идет не идет я даже не хочу рассуждать на эту тему потому что вещь настолько базовая настолько повседневная что идет наверное скажу что идет всем шить стоит всем и уже тоже где-то по-моему наговорила на страничке всех рисунками что если это сделать длинным то это получится платье если сделать внизу не на резинке а просто прямое с поясом платье либо сделать впереди разрез обработать его получится кардиган как какой-то можно и виде пальто использовать для пальто эту выкройку можно укоротить рукава и спешить как летнюю футболку можно сзади по спинке сделать например чуть-чуть такой вырез треугольничком и не длинные рукава например это будет туника вполне так небольшая такая маечка трикотажная для рабочих офисных будней можно ее пододевать под низ иногда снять одежды и все будет у нас интересненько эта страничка посвящена брюкам я про про них уже вам говорила они сделаны из двухцветной ткани видно что спинка переходит наперед и боковой шов немножко смещен за счет этого очень удобно особенно у плюсиков располагать кармашки в этом в боковом шве так сказать потому что немножко ближе к центру это удобно в жизни все-таки для меня такую такие брюки это скорее летние варианты с тонкой ткани у нас сибирь и такие тоненькие брюки я себе не при не представляю а шить например широкие свободные брюки из другой более плотной ткани ну пока тоже наверно не представляю поэтому брюки отличные эта идея все-таки к весне и к лету но для меня так будут ли они хорошо сидеть будут потому что ходе свободные легко ли их шить легко тут даже посмотрите в пошиве всего одна точка верху резинка пришивается а уместны во многих ситуациях шейте брюки такие брюки брюки должны быть в каждом гардеробе мне кажется на этой страничке любуемся из тонкой шелковой трикотажной ткани здесь даже где-то было написано что шелк тонкий шелк трикотажный до шелковый трикотажное полотно выполнен вот такой блузон я бы сказала да они назвали блузы или блузу давайте посмотрим технический рисунок крупно смотрите спинка простого исполнения как будто футболка гладкая ровная спина и рукавчики перед состоит из двух частей внизу маечка у которой точно так же как у передней части есть там по моему даже на грудной вытачки и круглый вырез округлый вырез но в боковой швах пришивается 2 отлетная деталь переда и она эта деталь имеет воротник то есть на спиночке он переходит воротник стойку а впереди он вот так распахивается и посмотрите какое достоинство этой блузы у нас получается что вуалируются все наши неровности по бокам и кажется что у нас такая стройная фигура спряталась там под легкими вот такими распашными деталями мне нравится такая идея одно время мне кажется лет 10 на 15 такие такие не знаю восхать кофточки блузочки были очень распространены на этой страничке посмотрите сколько идей предложила бурда или какие разные идеи для комбинирования вот например если центральную внутреннюю часть блузы сделать из контрастной ткани то тогда она вообще визуально удлиняет фигуру и корректирует делать более стройным силуэт облегченным вот полюбуйте что есть даже горизонтальные полосочки очень украшают на этом развороте демонстрируется юбка юбка из вельвета я влюблена в я ее уже хочу подумываю не шить ли мне ее именно из эко кожи я уже прикупила два варианта в юбке есть все и разрез по центру переда и накладные карманы на боковых швах которые переходят спереди назад видите и застежка нам на молнию на спинке передние вытачки путем моделирования разведены в клёш а задние вытачки остались на месте то есть юбка хорошо сидит по фигуре и слегка волнуется нижней части внизу то есть на по бедрам по талии бедрам она сидит довольно плотно а внизу она расклешенная мне нравится такой крой юбки и я думаю что я себе в эту зиму сошью не одну такую юбку полюбуйтесь как красиво смотрится даже вот верхняя часть юбки кармашки и кстати мне нравится такая сумка которая вроде бы на животе но они не делят горизонтально фигуру а вот идет вот так по диагонали пуловер как быстро заголовок действительно быстро мне кажется я бы такой пуловер сшила меньше чем за час потому что цельнокроеный рукав вот такой валанчик по линии низа наверное кто-то себе такой захочет сшить ну я бы все равно добавила если здесь валанчик есть что-нибудь бы добавила еще куда-нибудь либо горловинку либо манжеты на рукавах либо вертикальные какие-то канты бы пустила вообще мне хочется в этой блузке что-то вертикальное добавить к это полосочку как есть на этом развороте костюм отличная работа что хочу сказать брюки я уже предварительно что-то сказала они на резинке вверху с вам не то что свободного кроя достаточно свободно сидят в районе талии видимо из эластичной ткани костюм сшит из скрепа то есть это плотная тяжелая ткань слегка с эластаном это всегда удобно мне кажется я не посмотрела в описании но по-моему есть от строчка вот эти вот впереди складки застрочены получают такие как защита ну единственное хочу сказать что длина жакета мне кажется не под брючный костюм длина жакета под платье жакет не доходит до линии бедра для плюсиков это такая зона надо подумать можете вы себе позволить или нет носить брюки вот с таким укороченным жакетом если с брюками я бы жакет удлинила хотя бы сантиметров на 5-6 вот так на на ладони ну здесь уже решите для себя в принципе хороший вариант жакет и брюки все можно шить и все прекрасно носится жакет шьется из вариантов жакета несложно потому что нет воротника застежка на потайные вот такие крючки это тоже упрощенный вариант поэтому если вам хотелось попробовать шить жакет пробуйте и кстати посмотрите кармашки выполнены в рамку если вы начинающий новичок то может быть и не делать вовсе здесь кармашки в рамку а например клапаны ношить сверху вот вот такие идеи ну посмотрите какая милая изюминка разрезы по бокам в брюках в нижней части красота мне очень понравился этот костюм и мне тоже хочется его в свой гардероб на этой страничке кардиган что скажу про этот кардиганчик он в принципе в работе легкий в исполнении для жизни такой кардиган просто шикарная вещь размеренный ряд большой 52 пупить по 66 российские для плюсиков очень выигрышный вариант когда у нас вот здесь есть легкая сборка он очень хорошо будет сидеть по груди единственное что стоит подумать насколько приталенным его делать потому что сейчас какая-то моды такая что вещи более свободны может быть стоит немножко спрямить эту линию в общем вы посмотрите меня немножко смутила приталенность кардигана трикотажные вещи вот почему-то смутило все остальное в нем прекрасно я думаю что в каждом гардеробе вернее в гардеробе каждой модницы такой кардиганчик должен быть потому что его легко накинул сверху и считай одет главное выбрать трикотаж достаточно хорошей плотности чтобы он не был хлипким хорошо держал форму хочется мне еще вот на что обратить ваше внимание на пуговицы я не помню говорила ли или нет в предыдущих обзорах своих журналов но я всякий раз обращаю внимание и хочу ваши сейчас обратить внимание на пуговицы вот я сейчас просто скажу смотрите на пуговицы и еще раз я об этом скажу сегодня на этом развороте нас ждет блузон туника назвали туника мне очень нравится эта туника единственное что я смотрю вот почему-то мне хочется либо вот сюда линию эту продолжить не знаю почему ты меня вот этот вот нюанс немножко смущает почему-то я не против вот такой большой вставки по линии низа ну вот какой то есть диссонанс хочу ваши обратить внимание с чем скомбинировали эту этот блузон в комплекте с прямой юбкой из эко кожи и еще сегодня на это обращу ваше внимание посмотрите по спинке у нас тоже вставка из контрастной ткани и еще есть такой момент что по спинке сделана такая капелька застежкой на пуговку зачем ее делают можно ее и не делать это упростит работу ускорит итоговую вещь как готовность но я сама всякий разрешаю буду я делать или не буду делать такую застежку она добавляет некоторые пикантности добавляет такую изюминку то есть она нужна не для функционирования чтобы расстегивать и застегивать мы легко наденем на себя эту тунику потому что глубокий вырез все на легко через голову пройдет но вот этот разрезик застежка это такая декоративная деталь туника достаточно хорошей длины ее можно носить либо с брюками либо вот такой маленькой миниатюрной юбочкой на этом развороте платье про это платье ска хочу сказать особо я уже по моему начала говорить там в тех рисунках или нет очень хороший крой возьмите себе пожалуйста на заметку во первых чем хорош для плюсиков такой крой две вытачки на грудных посмотрите одна французская вытачка которая частично убирает излишек по талии моделируют фигуру визуально такая вытачка приподнимает фигуру а то что у нас две вытачки для большой груди это это супер потому что вы . же у нас большого размера если грудь большая а здесь разделена вот этот излишек объема разделен на две части и поэтому деликатно мягко объем груди распределен и это очень очень комплементарно фигуре плюс посмотрите это крой бочонок так называемый точно также он зону талии животика если есть какие-то нюансы вот я в своем возрасте уже в талию платье обтягивающий не могу себе позволить носить если вот у тех же у кого такие же проблемы как и у меня то пожалуйста вот это самый идеальный подходящий крой простого платья скажем так на побегушке надел и пошел и всегда выглядеть прекрасно на спинке точно такие же вот полурельефы которые одновременно и вытачки и декоративно украшают нашу наше платье и обратите внимание есть еще вот такой разрез поставить шов по спинке если вам выреза достаточно можно упростить себе задачу и не делать молнию по спинке если она функционально вам не нужно голова ваша проходит прекрасно в этот вырез горловины платье не узкая то есть надеваться она на вас будет хорошо внизу маленький разрез единственное обратите внимание на длину платья можете ли вы себе позволить такую длину потому что длина платья такого должна быть в размерах плюс все-таки за колено то есть слегка закрывать коленочку как минимум и смотрите дальше с длиной выше колено мне кажется такое платье может казаться более широким чем длинным идем дальше здесь у нас блузка или как они называют пуловер у него у этой блузки есть два нюансика живется конечно же очень просто но вот так так называемый вырез качели и складочки по линии талии кого-то может смутить наличие множество мелких горизонтальных складочек но опять же такой микро стилистический прием когда их много и они мелкие они наоборот задают взгляду возможность бежать вертикально вверх-вниз и поэтому этот образ не должен пополнить нас такой так такая блуза но обратите внимание на ткань ткань должна быть в меру тонкой но не слишком тонко тонкой чтобы драпировка хорошо драпировалась но чтобы не повторяла все контуры тела вот такие нюансики и помните я вам говорила про кожаную маленькую юбочку посмотрите здесь еще один вариант юбки из эко-кожи девочки шьем юбки из эко-кожи их просто шить верху на резинке два шва внизу в предыдущей юбке вообще не было не был обработан вниз здесь подгибку у какой же нужно подклеивать подгибку как вам идея будем модными и красивыми шьем на этой страничке платье из кружева я в предыдущем обзоре бурда стайл говорила про кружевное платье что меня она сейчас смущает но мне кто-то резонно сказал что платье платьем кружева кто хочет тот и носит а выкройка выкройкой согласно платье вернее выкройка с вертикальными рельефами можно не делать их настолько облегающими фигуру а сделать немножко немножко добавить свободы платье такое прекрасно усадить усядется на любую фигуру это может быть маленькое черное платье это может оказаться платье из джерси например платье из эко-кожи я знаю девочки такое тоже шьют пожалуйста выкройка может оказаться вашей базовой и и очень легко под себя скорректировать и подогнать пробуйте используйте возможности бурды то что она нам дает но обратите внимание на то как расположены рельефы в этом платье вот в этом месте рельефы проходит через наиболее выступающие точки груди все таки почему-то пока это считается что не очень красиво лучше когда немножко смещены рельефы в сторону боков по центру маленькими вытачками догоняют как сторону груди выпуклости поэтому вот такой вот двоякий подход к этой выкройке стоит понише деле не стоит на предыдущем в платье вам показывала где был крой с вертикальными рельефами там были маленькие вытачки до выступающей точки груди вот тот вариант пока более приемлем более современен что ли а с другой стороны договорю еще пару слов что я слушала софинина у ирины михайловны полок что и он дизайнер модельер обучает какой-то там московской школе модельеров стилистов и он учит что сейчас даже в размерах плюс вытачки это не нонсенс а подход к ним совершенно иное из его лекции я выводы для себя делаю что вытачки сейчас это не современно и мы к ним прибегаем в крайнем случае когда нам нужно сделать что-то ну скажем платье под жакет под кардиган чтобы она не смотрелась балахонистым а было таким прилегающим более то есть вот вот такой вариант на это на этом развороте пальто пальто свободного кроя скажем так по принципу это рукав цельнокроенный просто в одном месте сделали разрез и получилось что условно говоря для экономии ткани разрез ну конечно же этой конструктивные декоративной линии нужно посмотреть насколько хорошо для вас разрез 1 рукав именно в этом месте потому что меня например такие плечи полнят мне некрасиво и если бы я стала шить такое пальто то я бы вот это место продолжила цельнокроеным а скажем вот это место отрезала и рукав бы сделала вот здесь не рукав или там манжет вот такие дела попробуйте для себя потому что сколько вот у меня с ученицами опыт шитья очень часто случается там такой факт что мы краем примеряем и потом оказывается что верхняя часть монолитная смотрится очень громоздко и хочется ее как-то уменьшить вот один из способов это вот сюда увести линию притачивания рукава и тогда вот пальто смотрится немножко иначе как-то вот она по-другому легко ли просто шить это пальто здесь написано три точки что скажу если эта ткань несложная в пошире и если шить ее по технологии пальто то пальто и есть пальто но из вариантов пальто это легкий пошив потому что нет посадки на фигуре по фигуре потому что упрощенный воротник воротника нет а есть обработанный ласканы видите а не отворачиваются потому что карманы сшиты простым способом это накладные карманы это самые простые карманы потому что пояс завязывающиеся и потому что у нас не петли а не вернее петли с а кнопки то есть из вариантов пальто это самый легкий вариант пальто поэтому пробуйте если вам нужно пальто и вы дошли готовы сшить для себя пальто это будет хороший вариант я желаю вам удачи надеюсь что вам понравится кстати заметьте что такое пальто без воротника стоит всегда придумывать чем носить либо это будет шарф капюшон либо это шарф с шапочкой чтобы горловинка у нас была закрыта и кстати несмотря на то что это пальто обратите внимание насколько широко не раз как не разбабахать и вырез заранее почему-то для меня бурдовские выкройки как правило великоваты по горловине мне хочется их немножечко и вот сюда чуть-чуть убирают уменьшаю вырез и на примерке смотрю как она мне подходит знаете еще бывает так что ткань по подтягивается она просто съезжает в стороны и тогда очень широкие смотрится вырез поэтому посмотрите вот этот момент обратите на него внимание и возможно игры прикрой заранее скорректируйте конча супер просто наверное одна точка точно одна . надеть на себя это пончи можно разными способами треугольничком вперед треугольничком сбок из разных тканей выполнить ну конечно же ткани должны быть мягкими пластичными теплыми сказать что двусторонним и нет обратная сторона прячется практически ну вот например уголок у нас показался все красиво здесь обработали тесьмой украсили тесьмой хороший вариант интересные может быть как ты каких-то дачных вариантов или похода для утепления даже вот может быть на работу можно такую штуку накинуть на этой страничке юбка юбка выполнена из полиэстровой ткани в огурцы мне нравится пояс завязывающийся сверху тоже красиво юбка легкого клешения мы видели с вами ее в варианте вельветовой там она была с кармашками здесь конечно с принтом кармашки совсем не вяжутся не нужны но юбка тем не менее остается такой же прекрасный очень красивый ключ вверху вернее фасон верху прилегает а внизу немножко фалдит вот он жилет жилет с капюшоном опущены линии плеча без рукавов и я вам помните говорила обратите внимание на пуговицы вот такие пуговицы они подороговые называются они конечно из пластика скорее всего из пластика но сейчас они очень распространены и в чем их нюансы во первых они модны во многих моделях на подиумах в масс-маркете именно вот такого типа пуговицы используются в одежде я например купила оптом несколько пачек и пришивая сейчас их везде в разные варианты одежды спрашиваю своих клиентов своих учениц вам подходит и все с радостью подбирают их к одежде их можно не в том подбирать они вот такие многоцветные мне кажется мудненько смотрится легко или просто шить такой жилет написано три звезды ну на мой взгляд кажется если во первых его можно шить без подклада во вторых мне кажется несложно карманов нет я вам уже перечисляла петли обработать вот такой жилет в гардероб пишется прекрасно он интересная модель с этим мне хочется тоже попробовать я уже как обезьянка себе много чего хочу из этого выпуска блузка блузка рубашка ну почему мне такая идея не пришла раньше я совсем недавно но и год назад шила себе блузку из шелка но почему я не догадалась сделать контрастными лицевую сторону пустить на некоторые детали у меня лежит еще один отрез шелка наверное я сошью следующую рубашку вот такую потому что мне понравился эта изюминка когда рукав и кокетка сделаны из блестящей ткани а здесь матовая еще говорят что они как-то показывают как выполнить вот эти клапаны чтобы они не отставали от фигуры интересно я потом почитаю потому что у меня есть вариант как я это делаю почитаю что пишет об этом бордо надеюсь что только что советы разумные давайте потом поделимся вашим впечатлением на этой страничке платок они шьют платок в стиле пч-лорк они вышивают из трех частей составляют вот такие вот такие дела мне кстати эта идея даже понравилось сейчас вообще в моде косынки завязывающиеся из трикотажа почему бы не выполнить такой платок себе из отреза ткани которые у нас есть у меня вот есть такой отрез ткани даже в голову не пришло почему-то сделать платок сделаю мы с вами только что закончили листать этот журнал что я вам скажу мне он очень понравился очень я бы хотела сшить большинство моделей из этого выпуска и наверняка я что-нибудь ну по крайней мере две-три вещи точно буду шить буду шить юбку буду шить брюки с резинкой на поясе со штрип с этим со защипами по переду планирую шить наверно платье вот с двумя вытачками платье бочоночком это точно мне захотелось и я это буду шить надеюсь что вам тоже журнал понравилось что он тоже вас вдохновил давайте шить вместе на этом обзор сегодняшний заканчиваю задавайте вопросы пишите любые комментарии я с удовольствием буду отвечать можете посмотреть предыдущие обзоры я очень много люблю болтать давайте наслаждаться идеями вместе мотивировать друг друга к пошиву всем пока пока кто не подписался пожалуйста подпишитесь внизу нажмите на колокольчик вам будут приходить сообщения на этом точно все до свидания